Наперекор сильному ветру и слепящему дождю экипаж пассажирского лайнера пытается совершить посадку. Сажай его! Сажай! Пережита жуткая аварийная посадка приводит к отчаянной борьбе за спасение. Единственное, что для меня сейчас важно, это найти свою дочь Эмилии и защитить ее до того, как здесь рванет. Мы знали точно, что в самолете оставалось еще много пассажиров, которые не смогли выбраться. Откройте дверь! Откройте дверь! Расследование авиакатастроф Это реальная история, основанная на видеозаписях и официальных докладах службы контроля воздушного сообщения, а также на интервью участников. Чудесное спасение! Вторник, 2 августа 2005 года. Аэропорт Шарля-де-Голля в Париже. 297 пассажиров поднимаются на борт самолета компании Air France, отправляющегося рейсом 358 в Торонто. Итак, дальний проход. Сидение слева. Филипп Лаклай путешествует с женой и двумя из четырех своих детей. Они вынуждены сидеть в хвосте огромного самолета, и их места не в одном ряду. Эмили. Так случилось, что мы с Эмили сидели друг от друга далеко. Три места были рядом, поэтому мы сидели в среднем ряду, а Эмили пришлось сидеть на два места впереди и справа от нас, то есть рядом с крылом самолета. Для Эдди Хо рейс 358 продолжение поездки, начавшейся в Йоханнсбурге. Я иностранный студент Канадского Королевского университета, поэтому каждое лето я езжу домой в Южную Африку. Хо путешествует далеко не налегке. Я нес в руках весь свой багаж, книги, потом одежду и деньги на оплату следующего года учебы, ноутбук. Это также еще один этап продолжительного путешествия Джоанны Кодери Бендок, возвращающейся из поездки в Таиланд. За два дня до вылета я поменяла билет на самолет, следующий из Бангкока через Париж, чтобы прилететь прямо в Торонто. В то время как пассажиры продолжают посадку, экипаж лайнера садится в автобус А340. Командир, 57-летний Алан Росай, он работает в компании Air France уже 20 лет. Его помощник — 43-летний Фредерик Ноу. Ну, что начнет, ты или я? Давайте сначала вы, а я на себя возьму посадку в Торонто. Я запрошу прогноз погоды. На этот раз пилоты решили, что командир Росай совершит взлет в Париже, а его помощник Ноу — посадку в Торонто. Направление — Торонто-Пирсон. Пилоты часто распределяют между собой обязанности для того, чтобы помощники набрались больше опыта. В кабине к Росайу и Ноу присоединяется еще один попутчик. Вас, наверное, насчет меня предупреждали. Здравствуйте, я Майл Торчес. Добро пожаловать. Майл Торчес — сын сотрудника Air France. Он совершает этот перелет бесплатно на откидном сидении в кабине пилотов. Обещаю сидеть тихо. Данный самолет авиакомпании Air France — один из наиболее безопасных в мире. Впервые начав эксплуатацию в 1993 году, с тех пор А-340 имеет прекрасные характеристики безопасности. Air France 358. Левая взлетная полоса 2.7 готова для взлета. Желаю хорошего дня, господа. Всего без нескольких минут до полудни Самолет рейса 358 взмывает в небо над Парижем. Торонто, Канада Хотя Торонто находится за тысячи километров отсюда, но друзья и родные тех, кто следует рейсам 358, уже планируют, как встречать самолет после его приземления. Алло? Адри, я не забыл. Будь уверен, я встречу маму и папу. Нет, я также не забуду про двух шалопаев. Привезу их всех. Обычно перед тем, как отправиться во Францию, мы договариваемся, кто из нас будет встречать. Так проще, потому что, как понимаете, у нас большой багаж и много вещей мы везем из Франции. Так получилось, что наш сын Жюльен собирался провести лето в Торонто и поэтому мог встретить нас. Сестренка, я позвоню тебе, как только они прилетят. Не волнуйся, я их не пропущу. Ладно? Хорошо. Скоро позвоню, пока. Говорит центр. У нас есть сводка по осадкам. В Торонто ожидается резкое повышение температуры, а также есть возможность грозы в окрестностях Торонто. Регулярный перелет из Парижа в Торонто занимает приблизительно 8 часов. Так как рейс 3-5-8 компании Air France приближается к Канаде, кажется, что ничего необычного уже не произойдет. Сервис компании показался мне великолепным, еда была отличная, а также у них очень хорошие стюардессы. На борту было много студентов по обмену из Франции. Знаете, они были похожи на подростков, путешествующих в Канаду в первый раз, что для многих становится и первым перелетом. О, они очень шумели. В течение всего перелета за окном была прекрасная погода, сияло солнце, и небо было такое голубое, с белыми облаками. Просто замечательный день. Автопилот делает основную работу за командира Алена Росая и его помощника Фредерико Ноу. Как и планировали пилоты, самолет теперь находится под контролем Ноу. У нас новый прогноз погоды. Пилоты регулярно получают новые сведения по изменениям погоды в Торонто. Сильная облачность и дождь с возможностью грозы. Температура около 20 градусов. В международном аэропорту Торонто уже вовсю бушует гроза. Дождь, ветер и молнии проносятся над взлетной полосой. Гроза уже заставила руководство аэропорта объявить боевую готовность. Это означает, что возможность удара молнии настолько велика, что наземным службам запрещено работать в самолетах. По приближению к Торонто самолет рейса 358 сразу начинает кружить над аэропортом. Погода не меняется к лучшему. Air France 358, вам придется немного подождать. Задержаться готов. Дамы и господа, говорит командир корабля. Вынужден сообщить вам, что произойдет небольшая задержка. В Торонто неблагоприятные погодные условия, но надеюсь, буквально через пару минут мы все уладим. Я была очень удивлена, услышав объявление командира о том, что, возможно, наша посадка откладывается на приблизительно 25-30 минут из-за грозы в Торонто. Пока они еще не долетели до грозовой зоны, и экипаж корабля начинает кружить в небе на северо-востоке от Торонто, запасной аэропорт находится почти в 300 километрах отсюда, в Атаве. В данный момент в баках самолета имеется более 7500 килограммов топлива, более чем достаточно, чтобы долететь до туда. Обычно пилот должен думать об экономической стороне перелета на запасной аэропорт. Все же окончательное решение принимает не он, он только предлагает свой вариант. Ведь если они должны изменить курс, как тогда доставить людей из этого запасного аэропорта назад в аэропорт назначения, в который изначально направлялся самолет? Перелет в Атаву с почти 300 людьми на борту может обернуться кошмаром с точки зрения логистики. Но с тем топливом, который у них имеется, экипаж не может слишком долго кружить в воздухе, и если посадка будет откладываться, у них не останется другого выбора, как изменить курс. Air France, следующий в Торонто. Ваша задержка отменена. Для вас свободен второй воздушный коридор. Держитесь на высоте 1500 метров. 358 вас понял, начинаю снижаться на свободный коридор. Сегодняшняя задержка была совсем недолгой. И хотя буря продолжает освещать молниями окрестности аэропорта, экипаж приступает к процессу снижения. Дамы и господа, говорит командир корабля, сообщаю вам, что в данный момент мы приступаем к снижению в Торонто. Мы приземлимся приблизительно в 4 часа по местному времени. Обычно, когда говорят, задерживаемся на 45 минут, то это ничего, но на практике получается час-полтора. В этот раз получилось около 20 минут. 20 минут спустя пилот сказал, окей, мы начинаем снижаться, приготовьтесь к посадке. Под контролем помощника командира Фредерика Ноу самолет начинает снижение в штормовую зону. 358, снижаю скорость до 109. Ноу еще не готов к тому, с чем ему придется столкнуться. Шторм будет жестоким сюрпризом для всех, кто летит рейсом 358. Безжалостный летний шторм бушует в Торонто. Порывы ветра и молнии грохочут над аэропортом, создавая трудности для прибывающих самолетов. После небольшой задержки, рейс 358 компании Air France с 297 пассажирами на борту начинает снижение в шторм. Вторые закрылки. Скорость Ф. Выпустить шасси. Выпустить посадочные шасси, спойлеры. Выпустить. Четыре зеленые. Выпустить посадочные шасси. Спойлеры выпустить. Четыре зеленые. Air France 358 Снижайте свою конечную посадочную скорость Помощник командира Фредерик Ноу держит всё под контролем Секунды остались до приземления 358, приём! Полностью выпустить закрылки Становилось всё темнее и темнее Казалось, что нас окружают сотни и сотни молний Каждую секунду вокруг нас вспыхивали сотни молний Поэтому люди занервничали и довольно сильно Я занервничал Перед лайнером компании Air France Два других самолёта только что приземлились на ту же посадочную полосу На которой планировался рейс 358 358, это диспетчерская Торонто Диспетчерская Торонто 358, приём! Для вас освободили левую полосу 24 Напоминаю, что по сообщениям пилотов тормозная способность плохая Они также отмечают в пределах полосы Наземный ветер со скоростью 15-20 узлов под углом 290 градусов Плохое торможение 358, спасибо Экипажу приказали лететь на левую полосу 24 Это позволит им приземлиться в ветер Так случилось, что это Также ближайшая посадочная полоса К самой большой магистрали города На которой уже начинают собираться вечерние пробки Решая проблему непредсказуемого ветра и мокрой полосы Экипаж готовится к посадке Поставил среднюю скорость Последние минуты перед приземлением были ужасны Молнии вспыхивали повсюду, турбулентность была высочайшая Можно было почувствовать, как пилот сражается с самолётом Пытаясь удержать его параллельно взлётно-посадочной полосе У него чертовски мало времени, чтобы его выровнять Я знал, что сын, сидящий рядом со мной, сильно занервничал Я нервничал из-за того, что дочь была довольно далеко от нас Я ещё сильнее закрепила свой ремень безопасности в ожидании очень жёсткой посадки А пилот пытался приземлиться на посадочную полосу Или, может быть, мы коснёмся земли, взлетим вновь И он собрался с силами и летал вокруг И я знал, что эта посадка не будет просто обычной Посадка! Автопилот, автотяга, включаю! В 4 часа 2 минуты самолёт рейса 358 компании Air France Грохочет в начале посадочной полосы Сажай его, сажай! Эта посадка была самой напряжённой и самой жестокой из всех, которых не довелось испытать на других самолётах Эта посадка была очень трудной Все начали хлопать, и даже женщина, сидевшая рядом со мной, это я помню очень чётко Она сказала, вы знаете, это была незабываемая посадка Как только она закончила эту фразу На нас обрушился ад Мы начали просто... Самолёт начал сильно раскачиваться вверх-вниз И казалось, что мы несёмся со скоростью сотни миль в час по дороге, усеянной ямами, глубиной в метр И сразу же можно было увидеть багровый свет И для меня это стало картиной, которую я никогда не забуду Моя дочь сидела впереди нас в правой части самолёта И в то время, как она повернула голову к нам, понимаете, с широко открытыми глазами И, знаете, посмотрела на нас А её лицо окружало этот невообразимый свет, багровый свет пламени Потом, через мгновение после приземления Всё ещё на скорости 146 км в час Самолёт рейса 358 компании Air France сошёл с полосы В тот момент я подумал, что мы все погибнем Было очевидно, что никто не сможет пережить это Я подумал, ну вот и всё Следующее, что я помню, это сделанное объявление Дамы и господа, всё в порядке, мы уже остановились Да, без шуток, конечно, мы уже остановились Но могу вас заверить, всё было далеко не в порядке Потому что в то же время я почувствовала запах самолётного топлива Запах самолётного топлива проникает в кабину Пожар! Пожар! Нужно срочно эвакуироваться Паника быстро распространяется Спасайтесь! Пожар! Пожар! Спасайтесь! Все ждали, что самолёт взорвётся Это было очевидно Дым и гарь распространяются быстро Сейчас происходит отчаянная борьба за спасение Откройте дверь! Откройте дверь! Откройте дверь! Я видел, что стуардесса мучается выбором открывать или не открывать эту дверь Потому что пламя бушевало прямо перед ней В передней части самолёта сильный запах просочился сквозь открытую дверь Джоан Кодери Бандюк спешит к другой двери Мужчина впереди меня тащил свою сумку и всё время пытался у меня под ногами, пытаясь протиснуться с ней к трапу Был также ещё один довольно крупный мужчина, а трап был развернут не полностью Поэтому я почти к кубарем перекатилась через него по трапу и упал на землю Эд Хо также добрался до выхода Но там нет трапа Но люди толкали меня вперёд, и я не мог контролировать свои действия Я сопротивлялся, и прыгать я тоже не хотел Потому что до земли было как минимум 5 метров С ним всё в порядке? Я не знаю С ним всё в порядке? Я не знаю В кабине пилотов был тяжёлоранен командир Рассай Это произошло, когда его кресло опрокинулось на пол под действием удара В то время как проходят драгоценные секунды Эстуардесса рядом с Лай Кайлом пытается открыть запасной выход Даже зная, что придётся столкнуться с огном и дымом, поступающим из горящего двигателя, они выпрыгивают в самолёт Я протолкнул их вниз Так моя жена спустилась Я спустился Мы бежали так быстро, как только могли Мимо обломков металла, осколков и ещё чего-то, что осталось на земле рядом с самолётом В конце концов, мне пришлось всё-таки прыгнуть Поэтому всё, что я сделал, это быстро прочитал молитву, закрыл глаза и прыгнул Спасатели могут добраться до горящего самолёта за 52 секунды после его крушения, но при угрозе взрыва подходить слишком близко опасно Было очень трудно разглядеть что-то из-за дождя, который всё шёл и шёл Большие клубы дыма окутывали самолёт В некоторых местах всё ещё горело пламя Также можно было видеть, что некоторые части самолёта отвалились Какие-то колёса валялись на обочине дороги наряду с оторвавшимися обломками крыльев Пока Филипп Лаклай и его семья с трудом взбирались на гору, самолёт взорвался И в этот момент раздался взрыв Один, второй Три раза мы могли реально видеть и слышать, как произошёл этот страшный взрыв При первом взрыве я сразу же посмотрел туда, потому что я просто не верил своим глазам Потому что я мог видеть летящие в воздухе остатки багажа и ещё что-то И, конечно, в тот же момент я осознал, боже мой, там могли быть мы Нам прекрасно было видно самолёт И мы видели чёрный дым, валивший откуда-то сбоку И жёлтые, оранжевые и красные языки пламени, вырывающиеся наружу С нами было всё в порядке, но мы знали, что в самолёте оставалось ещё много пассажиров, которые не смогли выбраться 2 августа 2005 года самолёт рейса 358 компании Air France сошёл с посадочной полосы в Торонто Фюзеляж охвачен пламенем Дым вырывается из разрушенного самолёта Ошеломлённые пассажиры, спотыкаясь, бегут из самолёта Подходившие пассажиры были мокрыми от дождя и забрызганными грязью после спуска с горы Были такие, которые плакали и были перевозбуждены от того, что они выбрались Некоторые оглядывались в поисках других пассажиров, родственников и друзей, с которыми они летели Около 35 минут назад с посадочной полосы в аэропорту Пирсон в Торонто сошёл самолёт Кадры произошедшей аварии тут же показывают по всем местным каналам Дочь Филиппа Лакала, Одри, одна из многих, шокирована увиденным Она включила телевизор и увидела нас Там показывали крушение самолёта компании Air France, горящего в прямом эфире перед её глазами Она наблюдала за взрывом На борту было 250 пассажиров, пока мы ещё не можем сообщить, всем ли удалось выбраться или выжить Сын Филиппа Лакала, Жульен, встречает отца в аэропорту Он пока ещё не имеет представления, что произошло с рейсом компании Air France Что? Что значит где? Я в аэропорту встречаю маму и папу Как что? Что? Так вот, Жульен ничего не знал, он был там в аэропорту И мне говорят, знаешь что, мне кажется, что тебе придётся ждать долго, потому что их самолёт только что разбился Одна из самых оживлённых трасс Северной Америки граничит с аэропортом В начале часа пик на ней скопилось тысяча машин Водители притормаживают привлечённые жутким видом обломков горящего самолёта Некоторые из спавшихся пассажиров, измученные и дрожащие, спотыкаясь, бредут к обочине дороги Проезжающие автомобилисты останавливаются, чтобы отвезти их в аэропорт В тот момент со мной в аэропорту было около 25 или 30 человек И я снова подумала, все ли здесь? Как только люди начали прибывать, работники аэропорта изо всех сил пытались сосчитать, все ли пассажиры и члены экипажа здесь Всё было крайне неорганизовано Не делалось никаких объявлений, не было никаких признаков организации Ты находишься здесь, в этом переполненном людьми небольшом пространстве С этими раздражёнными пассажирами, ждущими, когда ими займутся Некоторые даже говорили, знаете, первая катастрофа — это крушение Вторая катастрофа — это то, что происходит с нами сейчас Родственники с нетерпением ждут каких-либо новостей Жульен Лакайл — один из тех, кто боится худшего В течение как минимум часа с половиной они считали, что мы погибли Это ужасно, потому что мы, конечно, паниковали и были до смерти напуганы Но родственники, ждавшие пассажиров, они были напуганы ещё больше Потому что для них это длилось намного дольше Они действительно считали в глубине души, что члены их семьи погибли Наконец, спустя несколько часов после крушения, пассажиры, которых встречали родственники, увидели их Жульен, Жульен Сынок, всё в порядке, я в порядке Наконец мы увидели Жульена, было около 11 часов вечера Знаете, это было, Боже, мы были так счастливы Так счастливы, что мы живы Это трудно объяснить, но это как будто тебе дали второй шанс Знаете, там стоял мой сын, и знаете Я, может, ему не говорил, что люблю его, когда улетал во Францию Это был очень трогательный момент, пронизывающий до глубины души Это воссоединение только одной из сотни Для подтверждения необходимо несколько часов Но уже вечером Air France и местные власти смогут сделать невероятное заявление Удивительно, но всем до одного пассажирам и членам экипажа рейса 358 удалось спастись из горящих обломков самолета На следующий день запах гари и обуглившиеся обломки Всё, что осталось от самолета рейса 358 компании Air France Авиалайнер А-340 – современный, хорошо оборудованный самолет с блестящими характеристиками безопасности Что же ужасное произошло тогда? Управление безопасности перевозок Канады сразу же начинает расследование несчастного случая Посадка, автопилот, автотяга, включаю Дождь и молнии проносились над аэропортом весь день Только ли плохая погода была причиной этого крушения? Сажай его, сажай Ни командир, ни его помощник не давали никаких интервью по поводу аварии Нам нужно срочно эвакуироваться Если просмотреть все судебные разбирательства, собранные вскоре после этого Air France запретила всем своим сотрудникам, бывшим на борту, общаться со СМИ С ним всё в порядке? Не знаю С ним всё в порядке? Я не знаю Но бывший наставник Air France, Херф Ля Барт, разговаривал с командиром Россаем Мы говорили, дайте мне вспомнить полчаса Он сказал мне, и это важный момент, что он запросил диспетчерскую Проще говоря, он сообщил диспетчеру, что настал такой момент, когда нужно думать о запасном аэропорте Он сказал мне, что диспетчер ему пообещал, что они скоро освободят посадочную полосу Конечно, были бесчисленные молнии, дождь и турбулентность А турбулентность может сильно отвлечь внимание Становится труднее читать показания приборов, труднее удержать самолет Эксперты установили, что экипаж делал всё возможное, чтобы контролировать ситуацию у своей кабины На земле точные приборы для определения силы ветра на посадочной полосе были повреждены молнией Имея повреждённые наземные приборы, они определяли условия ветра по бортовым приборам в кабине Бортовые приборы дают им информацию только о фактическом направлении ветра И о скорости носовой части лайнера в определённое время Они ничего не могут прогнозировать, поэтому пилоты никак не могут знать, что их ожидает впереди Но два самолёта приземлились на ту же посадочную полосу всего за несколько минут до рейса Air France Экипажи этих авиалайнеров сделали всё возможное, чтобы предупредить наземные службы о сложных условиях 3-8-5, это диспетчерская Торонто 3-8-5, приём Для вас освободили левую полосу 2-4 Напоминаю, что по сообщениям пилотов тормозная способность плохая Они также отмечают в пределах полосы наземный ветер со скоростью от 15 до 20 узлов под углом 290 градусов Ветер в 20 узлов довольно сильный, но это вполне соответствует техническим возможностям для приземления А-340 Изучив показания радара аэропорта, эксперты восстановили совсем другую картину Когда рейс 3-5-8 совершил посадку, сильный дождевой шквал продвигался по посадочной полосе с север на восток Это было вызвано внезапным порывом ветра, достигшим 33 узлов Экипажу самолёта компании Air France пришлось столкнуться с гораздо худшими условиями, чем они предполагали 33 узла — это демонстративно максимальная скорость встречного ветра для самолёта А-340 И при условии сухой посадочной полосы Поэтому, когда говорят 33 узла при 90 градусах, имеют в виду максимальные возможности самолёта Изучив более подробно окрестности аэропорта, эксперты столкнулись ещё с одной загадкой Технические требования и погодные условия вынудили службу контроля полётов использовать левую полосу 24 для посадки Это самая короткая посадочная полоса в аэропорте Она короче остальных почти на 650 метров Ослеплённые дождём, подхваченные неожиданным порывом ветра и приземлившиеся на самую короткую полосу в аэропорту Экипаж рейса 358 оказался в серьёзной опасности В течение последних четырёх часов они осознали возможность страшного шторма и боевой готовности И для меня это было самым важным вопросом Может, они были переутомлены, может, случилось что-то из-за небрежности, привычки к рутине В любом случае, очевидно, они не осознавали опасность в полной мере Ясно, что экипаж лайнера не воспринял полностью информацию, которую они получили из различных источников, как угрожающую Поэтому они попытались совершить посадку Но даже в тяжёлых условиях и на короткой посадочной полосе у экипажа было 3000 метров для посадки своего самолёта Этого должно было быть достаточно Чтобы узнать, почему это произошло, эксперты углубились в прошлое В 1999 году до ужаса похожий инцидент произошёл в Литл Рок, штат Арканзас Мы свернули, конечно, нет ничего Ничего не видно В борьбе с непредсказуемой погодой экипаж самолёта компании American Airlines совершил посадку, сойдя при этом с посадочной полосы 11 человек погибло Грег Фейс участвовал в расследовании этой катастрофы Первое, что я подумал, я это уже видел Первые же полученные сигналы информации о крушении самолёта Air France сильно меня напомнили о катастрофе с американским Airlines При расследовании катастрофы в Литл Рок Фейс установил, что экипаж совершил роковую ошибку Что в значительной мере способствовало крушению Они не совершили все установленные правилами действия И не выпустили наземные спойлеры, что значительно снизило эффективность подъёмной силы крыла И со всей тяжестью устанавливает самолёт на основные колёса, что в итоге приводит к более быстрому торможению Спойлеры только один из многих способов, как пилоты пассажирских лайнеров могут посадить самолёт Запасные двигатели тяги используются для того, чтобы перенаправить действие двигателя во время посадки самолёта И сложная тормозная система помогает снизить его скорость Во избежание любых механических промахов все три системы изучаются экспертами расследования крушения самолёта Air France Один из тормозов самолёта рейса 358 был повреждён огнём Но оставшиеся семь комплектов изучаются после крушения Все они в полной исправности Вторые закрылки скорости F Эксперты в Торонто также установили, что в этот раз, в отличие от катастрофы в Little Rock, спойлеры раскрылись полностью Выпустить посадочные шасси и спойлеры При изучении двигателя спойлеры были в прекрасном состоянии Поэтому ни о какой технической неисправности не могло быть и речи В то время как продолжается расследование, французская пресса выпускает сенсацию Газета Figaro публикует статью «Крушение самолёта в Торонто. Загадка в кабине пилотов» В которой заявляется о том, что запасные двигатели тяги, которые помогают двигателю самолёта тормозить Не включились, пока самолёт был на посадочной полосе в течение 12 секунд Что касается командира Росая, он подтвердил написанное в газете Он объяснил это тем, что его помощник был в напряжении и с трудом мог управлять боковым перемещением самолёта Несомненно, что при сильном встречном ветре и при такой скользкой дороге Его рука давила силой на рычаг переключения, что не могло давать возможность командиру дотянуться до него самому Поэтому запасные двигатели тяги не были запущены Сразу же после публикации статьи эксперты делают свой начальный доклад Они подтверждают версию, изложенную в Фигаро Управление безопасности перевозок Канады установило, что в то время, как двигатели тяги находились в позиции готовности во время крушения Они не были полностью задействованы, в то время, как самолёт приземлился Фактически понадобилось 17 секунд для того, чтобы они заработали на полную мощность Задержка была проблемой, указанной в докладе, и я не осмелюсь строить догадки, почему произошла эта задержка, или что послужило её причиной Я просто знаю, что пилоты, как правило, пытаются задействовать эти двигатели как можно быстрее, чтобы максимально быстро остановить самолёт Экспертиза выявила и другие запутанные факты о последних секундах рейса 358 Когда они приблизились к началу посадочной полосы, самолёт был на высоте в два раза больше, чем это необходимо И когда он приземлился, он находился на середине полосы Сажай его, сажай! В таких штормовых условиях у экипажа не было достаточно времени, чтобы остановиться Сразу почувствовав, что самолёт коснулся земли, пилот должен принять решение, остаться ли на земле, или попытаться справиться с этой тяжёлой ситуацией Или прервать посадку, взлететь в небо, набрать скорость и лететь вокруг, собраться всеми силами и снова попытаться приземлиться Но решения, принятые в кабине пилотов, общие решения Командир и его помощник принимают их вместе Если командир видит, что посадка будет трудной, он должен отпустить рычаг управления двигателем и прекратить процесс посадки Это его обязанность И, конечно, старший помощник первый, кому разрешено действовать Но обязанность командира избежать долгого касания земли любой ценой, это ясно К тому времени, как самолёт коснулся земли, ему оставалось всего 1500 метров И когда он совершил посадку, бесценные секунды были утрачены, потому что запасные двигатели тяги не были приведены в действие Изменилось ли что-нибудь, если запасные двигатели тяги были бы приведены в действие сразу? Да, конечно, так как действие двигателей достигает максимума при высокой скорости То есть как раз во время касания земли, для этого они и нужны Всё дело в аэродинамическом торможении Другая проблема в том, что колёса коснулись земли в середине посадочной полосы И включая или не включая двигатель, всё равно было уже поздно Как это было указано главой экспертов Как уже говорилось, если бы запасные двигатели тяги были немедленно задействованы, самолёт бы остановился быстрее При условии сильного шторма возможность совершить ошибку довольно высока В этот дождливый день внезапный ветер, затянувшаяся посадка и короткая посадочная полоса решила судьбу всех, кто находился на борту самолёта рейса 358 Что важно для авиации, это не тот особый случай, но события, произошедшие после него слишком часто Такое случается во всём мире, и меры безопасности, которые могут помешать этому, не принимаются В августе 2005 года самолёт рейса 358 компании Air France сошёл с посадочной полосы в Торонто Это был ужасный инцидент, но, к удивлению, никто не пострадал Но этот самолёт был не единственным сошедшим в конце посадочной полосы в 2005 году 37 таких же случаев произошло по всему миру, и причины всех крушений были, на удивление, схожими Существует ряд случайных факторов, происходящих снова и снова на посадочных полосах и служащих причиной катастроф Погодные условия, состояние дорожного покрытия Оно может быть влажным, покрытым льдом или снегом Скорость, превышающая обычную посадочную скорость самолёта, не снижается, если самолёт пытается приземлиться И эти факторы повторяются снова и снова в случаях катастроф, вызванных схода с посадочной полосы В отличие от случаев в Торонто, некоторые такие инциденты имеют жертвы Самолёт компании Юго-Западные авиалинии сошёл с посадочной полосы в Чикаго через несколько месяцев после крушения самолёта Air France В результате чего погиб маленький ребёнок, находившийся в машине, проезжавший по шоссе неподалёку Многие старые аэропорты, особенно в больших городах, пределы которых достигли аэропорта По мере своего роста ограничены в пространстве, где может пройти такой сход Нужно учитывать всё, что происходит, если полоса повреждена снегом и льдом, застоявшейся водой Это снижает способность торможения самолёта И при этом присутствие попутного ветра, как это произошло при приземлении самолёта компании Air France Что в комбинации с плохой дорогой может делать процесс посадки опасным и фактически продлевает её на 50% Международная организация гражданской авиации рекомендует в каждом аэропорте установить 300-метровые зоны безопасности в конце посадочных полос, где производят посадку международные рейсы Стандарты в Канаде немного менее строгие Они учитывают зону безопасности в 60 метров и предусматривают дополнительные 90 метров в конце неё Левая полоса 24 всегда соответствует этим правилам Был ещё один похожий случай схода с посадочной полосы, как и в Торонто И посадочная полоса была очень схожа с этой В 1978 году, когда самолёт DC-9, принадлежавший компании Air Canada, уклонился от взлёта и скатился во враг Так, самолёт начал тормозить, больше ничего не произошло, мы просто перекатились через край Там была яма глубиной приблизительно в 15 метров, я думаю, в конце посадочной полосы Мы переехали в неё Потом раздался внезапный хлопок, и люди повсюду вскакивали с мест Два человека погибли в результате катастрофы в 1978 году В результате расследования было рекомендовано забетонировать овраг, но требование не было выполнено Это круглый овраг, имеющий глубину около 15 метров Если ты управляешь таким большим, сложным и хрупким средством, как пассажирский самолёт И если он падает на глубину 15 метров, то он будет тормозить Это является возможным решением проблемы схода с посадочной полосы Но оно не было использовано в Торонто, как и во многих других аэропортах Оно называется SSIS, или Система сдерживания инженерных сооружений Это в виде искусственного камня или искусственного гравия, имеющего определённую глубину И любой человек, заезжавший когда-либо на велосипеде в яму с гравием, знает, что велосипед тут же останавливается И становится почти невозможным управлять им при помощи педалей Нечто похожее происходит и с самолётами Некоторые аэропорты в США используют эту систему, но большинство международных аэропортов нет Она намного более эффективна, чем фрикционное торможение И она неоспоримо более эффективна, чем использование запасных двигателей тяги и спойлеров Многие из этих систем, если установлены правильно, могут остановить большой авиалайнер Несмотря на состояние покрытия полосы и на очень коротком расстоянии Но одна существенная мера безопасности была соблюдена при крушении рейса 358 Несмотря на распространяющийся огонь и дым экипаж повреждённого самолёта Всего за 90 секунд удостоверился, что всем пассажирам удалось спастись Это просто чудо, что всем людям удалось эвакуироваться с самолёта Что они сделали как можно быстро до того, как самолёт превратился в руины Рейс компании Air France заслуживает внимания, так как в результате все оказались живы и невредимы Я знаю, что было несколько ранений, но все выжили Это заслуживает внимания, и в этом случае это было грамотной эвакуацией Командир Алан Рассай может больше никогда не летать в компании Air France Его ранения в результате крушения требовали продолжительного медицинского лечения В то же время ему оставалось менее трёх лет до пенсии Каждое утро командир Рассай начинается с воспоминаний, в которых он стоит лицом к лицу с пламенем, шумом и грохотом И ему грустно от того, что его карьера закончилась при таких обстоятельствах, когда уничтожен самолёт Это самый худший из возможных вариантов окончания карьеры и её самое плохое завершение Помощник командира Фредерик Ноу был временно отстранён от полётов после аварии на три месяца Но в начале следующего года он вернулся к своим обязанностям в Air France Поступил доклад, что после того, как он помог командиру Рассай выбраться из кабины пилотов, он последним, кто покинул самолёт Пассажиры по-своему переживают последствия крушения Мне снятся кошмары почти каждую ночь Обрывки воспоминаний вспыхивают в течение дня Я не мог спать, я не мог лезть Я задавался одним вопросом, почему я здесь Тяжело было находиться в таком состоянии всё время, но это научило меня быть сильным Нам действительно нужно было полностью выполнять все требования безопасности и приказы по эвакуации Это был прекрасный полёт, и ничто не указывало на то, что что-то не так И правда, что всё произошло в течение последних секунд Поскольку, слава Богу, что я теперь здесь и могу говорить об этом сейчас Откройте дверь! Откройте дверь! Это крушение имеет свои негативные и позитивные стороны Негативное — это то, что, знаете, Боже, я сейчас умру, о Боже, это ужасно Мне снятся кошмары, и моя психика травмирована, как и психика моих детей Но всё же в этом есть и свои положительные моменты Например, такие, Боже, я жив Представляете? Мне дали второй шанс Мне подарили вторую жизнь И мы все, моя жена и мои дети, я сам чувствуем в результате это позитивное влияние И это мы должны дарить окружающим Мы должны что-то делать для других людей Мы должны раскрыть нашу душу и проявить сострадание к людям, которым это необходимо Это было для нас как излечение, знаете, чем больше делаешь людям добра, тем лучше у тебя на душе Так я воспринял это как приглашение раскрыть для других своё сердце, и это мне поможет Поэтому, для меня, я подумал, если я могу дарить мою сердце от других, это может поможет мне тоже Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!